Даже там, где властвует холод, есть тот, кто сильнее. Тебойл – международный бренд с многолетней экспертизой в разработке моторных масел для сурового климата, где стандарты качества превыше всего. Тебойл Даймонд – безупречное качество для безупречной работы двигателя даже в самых жестких условиях эксплуатации. Тебойл Даймонд – масло, закаленное холодом. Покупайте на АЗС Тебойл. Друзья, всем привет! В России наступили холода, выпал первый снег. Хмуро, серо, зябко. Именно поэтому я хочу поделиться с вами лучиками солнца. Сейчас в России как раз такая погода, что вот эта картинка и атмосфера многим может показаться шикарной. Сделать полноценный честный отзыв о моих путешествиях в Азии. Ау-у-у! Ку-ку! Негатива вокруг вас и так достаточно. Просто выделите 45 минут вашего времени и пойдемте вместе со мной прогуляемся. Я вас заряжу позитивной энергией, расскажу вам много интересного. Друзья, я уверен, досмотрев до конца, сами скажете, ну, 100% лайк. Ведь холодно, кто-то захочет по-любому слетать, отдохнуть. И этот ролик может быть потенциально полезен. Ну, и, конечно же, пользуясь случаем, хочу напомнить, что в прошедшее воскресенье на канале вышел по-настоящему большой выпуск из Вьетнама. Зайдите, посмотрите. Согласно комментариям, ну, действительно удалось сделать что-то интересное и полезное. Ролик очень насыщен по информации. В описании есть тайм-коды. Поймете, о чем идет речь. Но стоит только начать смотреть, и ваш день пройдет гораздо красочнее. Потому что здесь действительно есть чему удивиться и от чего быть шокированным. Без лишних слов. Ставим лайк, присаживаемся поудобнее. Начинаем прямо сейчас. Поехали. Итак, делюсь первым интересным наблюдением. Значит, часовой поезд. Здесь плюс 4 часа к московскому времени. Рассвет здесь начинается примерно в 5-5.30 утра. Вот сейчас я вам покажу кадры, которые были сделаны в 6 часов утра ровно. Темнеет здесь примерно в полшестого-шесть вечера. Что меня удивило? Когда я сюда приехал, мне говорят, обязательно проснись утром, вот в полшестого выйди на улицу. Посмотри, что здесь происходит. Я думаю, ну что здесь происходит? Город просыпается, люди начинают готовиться на работу. С другой стороны, думаю, ну как-то рановато для работы. По факту здесь в полшестого-шесть начинается просто какая-то нереальная движуха. Вот вся вот эта прибрежная зона превращается в одну большую утреннюю тусовку. Люди приходят купаться на море. Люди начинают делать зарядку. Здесь включают музыку. Здесь прямо идет вот такая вот спортивная атмосфера с самого утра. И это не только молодежь, но и люди взрослого поколения, такие предпенсионного возраста. Все те тренажеры, которые вы сейчас видите, вот я вам перебивкой показываю, они все заняты. Народ занимается. Особенно, когда идет хорошая погода. Все, движуха полнейшая. Плюс ко всему, занимаются спортом путем того, что пробежки. Интересное наблюдение, что здесь нет обилия транспорта, типа КАМАЗ, который едет, и от него в разные стороны идет черный выхлоп, и вонище стоит на всю улицу дизелем. Или же от некоторых автомобилей бензином, когда нету катализатора. Здесь ты бежишь вдоль дороги, и ты наслаждаешься кислородом. Действительно так. Я уже давным-давно забыл, как пахнет выхлоп дизеля. По прямой убегаешь, можно забежать в горы, развернуться обратно, и вот это длится примерно час-два. Соответственно, рабочий день, как и везде, ну, примерно с 8 утра начинается, и вот эти 2 часа утром люди посвящают по-настоящему себе. Таким образом, с 6 утра начинает кипеть жизнь, далее с 8, там, с 9 часов до обеда они работают. На данный момент время примерно час дня. У некоторых уже началась сиеста, потому что если посмотреть по сторонам, я отчетливо вижу, как многие люди просто развалились и легли спать. Кто где, кто-то спит на байке, кто-то на шезлонге, кто-то на лавочке. И так происходит сейчас по всему городу. Как я сказал, в пол шестого, в шесть начинает темнеть, ну, и примерно там в 10-11 день кончается, уже прям такая тишина на улице появляется, люди уходят спать, и на утро все повторяется. Мы снимаем сюжеты про недвижимость, и в комментариях присутствует регулярно один и тот же спор. Дом или квартира? В своем доме нужно постоянно что-то делать, вкладывать деньги, в квартире вроде как делать ничего не нужно, но есть соседи, есть управляющая компания, есть ряд своих минусов. И вот люди разбиты на два лагеря. Но, 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 ребята, если все-таки вы примете решение, что все, надоело, хочу свой дом, нужно строить по индивидуальному проекту, то запишите, пожалуйста, сразу телефончик про раба Олега. Именно этот человек поможет вам на всех этапах, начиная от демонтажа. Поможет вам с проектом для того, чтобы правильно начертить дом и в дальнейшем по проекту его собрать один к одному. Монолитные фундаменты под строительство заливают без проблем на раз-два. Обращайтесь, любой сложности люди сделают, опыт в этом есть. У Олега, не забывайте, строительное высшее образование, опыт стройки 14 лет, 6 бригад уже у человека, есть один прораб-помощник. Строительством занимаются исключительно домов из камня. Если вы хотите себе каркасник, в этом плане он вам не поможет. А все, что связано с камнем, пожалуйста, с удовольствием возьмется делать. Также не забывайте, несмотря на то, что на улице уже холодновато становится, дома строят и зимой. Оставляя его группу в Телеграме и ВКонтакте, он ведет блок строителя. Реально, можно зайти, так душевно получается посмотреть, чем вообще человек занимается, как он относится к делу. И не забывайте, что строительство дома нужно начинать заранее. Как минимум уже сейчас звонить, консультироваться по участку, по фундаменту, по проекту. Именно поэтому я вам смело рекомендую прораба Олега, потому что он на все эти вопросы вам ответит. А вы уже примете решение, какой дом вы хотите себе построить. Но строитесь с удовольствием, работая с профессионалами. С прорабом Олегом мы снимали отдельный сюжет, не на коммерческой основе. Вот положа руку на сердце, официально об этом заявляю. Открытый, честный человек. Показал, рассказал, как происходит стройка. Поэтому, ребята, переходите по ссылочкам в описании, знакомьтесь, есть ли вам нужен в дальнейшем дом, дача, коммерческая постройка, да что угодно. Звоните, консультируйтесь, знакомьтесь. Ну а мы с вами продолжаем. Кстати, после выхода основного выпуска, когда я пообщался с людьми, мне рассказали, что могут представлять из себя эти собаки. Я на всех собак теперь смотрю, как на воров потенциальных. Напомню, если кто пропустил, у вьетнамцев собаки бывают специально обученные на предмет того, что подъезжает, останавливается скутер, он выпускает собаку, вы сидите на пляже или купаетесь в море, у вас рядом сумочка лежит. Собака гуляет, подходит, берет сумку, убегает с ней к хозяину, отдает сумку и он на ней уезжает. То есть специально обученная воровская собака. Ну что, давайте я вам покажу отельчик, в котором я живу, ведь некоторые писали, как ты, Димка, там на чужбине странствуешь, наверное, мучаешься. Ну вот, ребята, по-честному делаю вам обзор. Ага, ага, видите, Пересвет, там кое-что интересненькое. Номер, обычный гостиничный номер, но очень уютный, в силу того, что отель свеженький, все чисто, аккуратно, все исправно работает, большой довольно-таки санузел. Ну, давление воды, как я уже ранее говорил, очень хорошее, горячая, холодная вода идет без проблем, все по-быстрому. Короче, условия комфортные, никаких тараканов и прочей живности здесь замечено не было. Само собой, чайник, сейф, холодильник, все то, что есть при отеле. Ну а здесь начинается моя зона спальни, рабочая зона и видочек, зацените. В принципе, стандартный номер, большая кровать, довольно-таки хороший отельный матрас, на котором можно действительно неплохо выспаться. Телевизор, который я здесь ни разу не включал, в силу того, что не нужен. Ну а вот это вот мое рабочее место, зацените, ребята. Вот здесь я сижу, монтирую ролики, в частности, про Вьетнам. Но открывается передо мной вот такой вид. Это, конечно, сейчас прозвучит дико пафосно, но работать здесь было, на самом деле, не очень комфортно, в силу того, что море рядом, постоянно бьют волны, и это шумно. Даже когда закрываешь дверь, все равно его слышно, и, соответственно, не очень комфортно. Вот такие минусы жизни с видом на море, на первой береговой линии. Отель называется Citadens, находится на первой береговой линии. Помимо обычных отельных номеров, здесь также этажами выше есть полноценные апартаменты. То есть кухня с залом объединена, плюс у тебя идет две спальни, два санузла, и у тебя большой балкон, который точно так же выходит на первую береговую линию. Цена вопроса на долгосрочную аренду человек снимает за тысячу долларов. Как вам такое? Молчу про то, что на первом этаже бассейн, спортзалы, детские комнаты и прочее, 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 что есть обычно при отелях, это все входит в стоимость. Дороги и движения. Это, конечно, отдельная история для Азии, но посмотрите. В данном случае центральная улица, дорога шикарная, хорошая разметка, все сделано. Подсветка в вечернее время тоже работает идеально. Пешеходный переход, но никто никогда не останавливается перед пешеходным переходом. Даже если на него выходят люди с детьми, с колясками, большое количество людей. Поток, он как идет, так и идет. Изначально это вызывает такой стресс, недопонимание, потому что ты идешь, думаешь, ну как же, никто вообще не останавливается. Но по факту, самое главное, уверенно, без лишнего, идете, смотрите водителю в глаза, и он, когда видит то, что вы не останавливаетесь, начинает сбрасывать скорость. Таким образом, вы переходите дорогу, а поток вас как бы огибает. Вот представьте, представьте, плывет большая рыба и врезается просто в огромное количество маленьких рыб. Что происходит? Все рыбы расплываются в разные стороны. То же самое примерно и здесь. Один из частых комментариев был, а что там с правами? Ведь здесь нужно иметь права для того, чтобы ты мог передвигаться на скутере. Короче, ответа есть на этот вопрос два. Первый официальный. Мы в следующем сюжете с юристом все вам разжуем, как это правильно происходит. Второй неофициальный. Всем плевать на ваши права. Запомните это, пожалуйста. Самое главное, чтобы у вас на голове был шлем. Вот это вот действительно очень важно. Полицию мы здесь ни разу не видели. Все местные передвигаются, как хотят. Туристы передвигаются, как хотят. Умеешь ездить, шлем одел, поехал. Если вдруг тебя остановили, а у тебя нет международных прав, то ты заплатишь денег. Это примерно, как говорят, 100 рублей на наши деньги. Все. Вот вам по существу развернутый ответ. Добавлю, что зимы как таковой здесь не бывает. Вот примерно сейчас зима на улице на сегодняшний день плюс 30 градусов. Один раз дорогу положи, нормально. Все, с ней ничего не будет долгие годы. И сколько я передвигался, как минимум по Ничангу, прям сильно разбитых участков дороги, прям чтобы ямы были, я честно скажу, не наблюдал. Короче, я знаю, что вы некоторые любители жести. Значит, смотрите, пешеходный переход есть, никакого знака нету. Я иду, ну, в силу того, что я с камеры, наверняка они сбрасывают скорость. Но так в целом, друзья, я подчеркиваю, им всем похеру. Никто даже никак не будет останавливаться. Потому что однажды я переходил дорогу так, что дед, он, я не знаю, он спал. Вот видишь, смотри, он вообще не останавливается. Он все может по ногам проехать. Тачка едет прямо на меня, того и глядит, что сейчас посигналит. Ну, для них почему-то это нормально. То есть, вот такое движение типа, окей. Основной транспорт здесь, конечно же, скутеры. Встретить какую-нибудь BMW, Mercedes и другие немецкие автомобили относительно редкость. Хотя, как-то раз ночью я видел здесь даже Porsche Panamera, который плыл словно кобра. Так вот, стоя здесь, сейчас абсолютно любой скутерист может остановиться и предложить вам услугу такси, подвезти вас. Конечно, для Азии это ничего такого. Но, с другой стороны, знаешь, идешь по городу, раз сел кому-то сзади, тебя там за 20 рублей подвезли до центра города. По-своему прикольно, а по-своему необычно. Ну и также, как я вам рассказывал, самый доступный транспорт здесь это велорикши. Еще интересное наблюдение заключается в фактическом факте, что здесь сейчас нет никаких пробок. И, вот обратите внимание на детали. Обычно в России, когда вы едете утром на работу, стоите на МКАДе, либо в вашем городе в какой-то пробке, как правило, в соседнем автомобиле точно так же сидит один, ну максимум два человека. Редко, когда в автомобиле заняты все четыре места. И здесь примерно то же самое. Вот персональный транспорт, один человек сел, поехал. При этом они на одном транспорте, на скутере могут передвигаться с семьей. То есть жена, ребенок, двое детей. То есть четыре человека могут ехать на одном скутере. И, в принципе, все нормально, как я сказал. Прямо такого, чтобы постоянно происходили здесь ДТП, этого нет. Хотя правила они нарушают по полной программе. Выехать через сплошную, выехать на скутере на встречный поток, прижавшись вправо, можно без проблем. И, как говорят, полиция к этому относится, в принципе, лояльно. Какой-то штраф ты на месте заплатишь и поехал дальше. Так вот, на основании этого дороги свободные. Нет захламления по городу автомобилями, как вот у нас бывает, да, там вдоль дороги понастают машины. Потому что машины здесь сами по себе дорогие. Вот дальше мы слетаем в столицу Вьетнама. И там сходим обязательно в местный автосалон, для того, чтобы вам показать просто местный бренд, что они сделали, сколько это стоит и какие здесь вообще в целом налоги на автомобили. Вот это будет очень интересно, потому что тачки здесь не покупают не потому, что они не нужны, а потому, что они очень дохрена стоят. Я отмечу, что, конечно, чувствуется этот контраст и динамика развития города, потому что, как правило, первая береговая линия, это всегда все самое дорогое, потому что вид на море, пляж, здесь туристы, здесь деньги. Поэтому здесь уже вдоль первой береговой выстроились высотки. Точно так же уже начинают строить дома на второй линии. Уверен, что потом будет и третья линия. В первом большом выпуске мы снимали эту тему подробно, рассказывали, как на этом можно заработать. Кстати, вот это реально полезная информация для всех тех, кто привык зарабатывать на инвестиции, купить на котловане, два годика, три подождать, забрать деньги, но осознавая все риски, что где-то что-то, подчеркиваю, я сейчас говорю про Россию, может не достроиться. Здесь же ребята рассказывали, что мы здесь чем занимаемся. Вот есть застройщик самый крупный, он строит дом, мы к нему пришли, насели на него, мол, дай нам скидку дополнительную, чтобы мы могли заработать, но мы приведем к тебе больше людей. Эта тема на самом деле очень интересна и востребована, но, откровенно говоря, исключительно для тех, у кого есть деньги, кто вообще уже когда-то проходил через этот этап в России, когда купил квартиру за 5 миллионов рублей в строящемся ЖК, а потом по факту сдачи продаешь эту квартиру за 8-9 миллионов, ну даже за 7 миллионов, по-разному все, все по-разному абсолютно. Здесь это сейчас как раз набирает дикие обороты. Вот в России это сейчас на стопе, а здесь это растет. И как раз ребята, как говорится, подсуетились и оказались в нужном месте в нужное время и выстраивают свой бизнес с точки зрения недвижимости. Сначала застройщик брыкался, но тем не менее они с ним договорились и, пожалуйста, можно купить квартиру. Уже два года идет строительство, там в 2024 году обещают, что комплекс будет построен, сдан. Кто в этой теме шарит, зайдите, посмотрите, контакты на ребят я оставлю в описании, можете почитать, посчитать в том числе и принять решение, мало ли, эта тема вас заинтересует. Наткнуться на машину, которая стоит посреди тротуара и не дает возможности вам пройти, это запросто. И это на самом деле встречается, как я помню, по всему миру. Я это видел и в Дубае, выезжают люди на тротуар, в Европе, сколько я путешествовал, тоже такое видел, и в России. Короче, определенные люди, которые, как говорится, не уважают других, есть везде. Ну и вот, обратите внимание сами, мы петляем по дворам, уходим чуть вглубь города, мы уже ушли от набережной, дороги везде шикарные. То бишь, в такую погоду прокатиться на машине, ну, согласитесь, одно удовольствие. Те, кто внимательно смотрел большой выпуск, отмечают, что Ничанг напоминает Москву нулевых с точки зрения засратости рекламными вывесками. Ну вот, показываю вам просто небольшой отрезочек, мы с вами заходим в проулок, и посмотрите, слева-справа висят вывески просто-напросто в разнобой. И на самом деле, с одной стороны, это создает свой какой-то шарм, с другой стороны, это хрень полная. Ведь если навести просто порядок в сфере наружной рекламы здесь, вид у города станет совсем другой. Высоковольтные провода, как они здесь сделаны? Все с этого всегда удивляются, офигевают, но самый главный факт, что все это дело нормально работает и функционирует. Несмотря на то, что тут деревья как оптоволокно выглядят, но работает, друзья, все работает. Все скруточки на месте, кому надо, электрику местному пришел, разобрался и все понял. Прям вот отличный пример на одном пятачке. На первом этаже у человека сделана шикарная вывеска, подложка, световые объемные буквы. У другого просто огромнейший баннер или цветовой коров висит. У третьего фигурная вывеска, у четвертого квадратная, у пятого просто какой-то прямоугольник. У четвертого драный, сраный баннер, который уже давным-давно выцвел и, возможно, уже здесь этого ничего нет. Ну, короче, вот простейшие вещи, порядочек навести. Я здесь гость, я здесь турист. Но, знаете, моего где никто не спрашивал. Но хочется дать совет, хочется дать совет, что если подкрасить местами фасады, город прям будет по-другому выглядеть. Архитектура очень интересная. Через камеру не передать. Но когда я гуляю, возле некоторых домов останавливаешься и прям стоишь долго, заглядываешь, засматриваешься на них. Ну, потому что сделано прям действительно интересно. Старенький город, но он прям вот чувствуется, знаете, душа в нем. Если, когда я был в Дубае, как я говорю, там все новое, искусственно как-то выглядит, то здесь прям вот своя настоящая жизненная атмосфера. Если говорить про чистоту, вот двор двору рознь. В некоторые заходишь, мусор присутствует, но не так много. В некоторые же дворы можешь зайти, там ну прям действительно все засрато, засато и в вонище стоит. Фишка в том, что у них здесь сделано так, что в первой половине дня все выносят мусор возле дома. Ставят, вот видите, пакетики идут. Точно так же бизнес, бизнес на первых этажах все выносит к дороге. А уже вечером начинают ездить машины по центральным улицам. Это большая машина. Здесь могут проходить какие-то небольшие люди с тележками и весь этот мусор собирают. То есть таким образом, рано утром вы просыпаетесь, город чистый. К концу дня он становится засратый, ночью все вычищают и по утрам все сначала. Когда я сюда ехал, мне говорили, типа, обрати внимание, здесь будет огромное количество крыс. Видел два раза крысу, один раз на рынке, один раз. Была вообще прикольная история, это было прям в первый день, как я приехал. Я шел вечером в отель, возле дерева почувствовал на себе взгляд. То есть стоит дерево, я чувствую, мне кто-то смотрит. Я поворачиваюсь, и это что-то тут же просто куда-то в дерево убегает. Я спрашиваю, здесь белки есть? Мне говорят, нет, здесь белок нет. И тогда было понятно, что это крыса, потому что рядом была еще мусорка. Ну и, соответственно, сами знаете, где крысы живут. Ну вот так, друзья, очень сложно передать атмосферу по камере. Потому что, смотришь, балкончики некоторые, они настолько прикольно сделаны, уютно сделаны, то есть в таком местном стиле, что вот здесь прям погулять есть где и есть чему, как говорится, глазу зацепиться. Мы сейчас с вами проходим через дворик, где проживает местное население. На первом этаже у них сделан свой бизнес, кто-то что-то продает. Это могут быть фрукты, какие-то закуски, бытовые услуги некоторые оказывают. Ну а выше, все, что вы видите, это как раз вот чье-то жилье, потому что у людей бывает так, что один этажик, у кого-то таунхаус на два этажа. В общем, разнообразие жилья здесь присутствует. Но факт в том, что вот мы идем с вами через жилой дворик. Вот женщина сейчас будет готовить. Очень прикольно у них выглядит. Они, знаете, выходят на улицу, разжигают такой небольшой костерчик, вот он у нее стоит. И, соответственно, на нем уже можно сварить суп, яйца. Я не знаю, почему они это делают именно на улице. Может быть, в помещении будет еще жарче. Но я так подозреваю, что электроплита есть, хотя, любите, дорогое. Вполне возможно, что вот это вот все сделано для экономии. Вот такая история. Не совсем понятно, почему они продолжают так делать. Ладно, это было раньше. Ну, например, сегодня женщины что-то моют, все это выливают на дорогу. Из кафе люди могут намыть полы, вылить на дорогу. Кто-то что-то готовил, еда осталась, вылил на дорогу. В чем суть? Джарища стоит везде. Ты сейчас вылишь, это все начнет сохнуть, это будет вонять, прилетят мухи, и появится так называемая антисанитария. Точно так же почему-то для них в порядке вещей, вот, присесть прямо на дорогу, начать играть в шахматы, в шашки. Хотя есть различные столики, стульчики. То есть, знаете, уже уровень чуть-чуть выше. Но по кайфу, по привычке сесть на пол. Когда ты заходишь в кафе, ну, конечно же, в первую очередь, что бросается в глаза, это пипец, какие липкие столы. Ты прям локоть кладешь на стол, он тебе прилипает. Ну, жарко, понятно, да, что они, периодически я смотрю, они пшикают средствами, там, намывают столы, но все равно все настолько липкое. Берешь кружку, и ты понимаешь, что вряд ли он ее вымыл там в посудомойке под большой температурой, ручками сполоснул, поставил. И, конечно же, это в первую очередь напрягает. Ты такой думаешь, блядь, да как сейчас есть, сейчас что-то выпьешь, знаешь, губами прикоснешься, и потом у тебя попа взорвется от того, что отравился. Но нет, друзья, на удивление нет. Хотя, отмечу тот факт. Постоянно рассказывают, что вы покупаете в Макашнице вот эти небольшие будочки, где можно купить какой-то сэндвич и перекусить. Я рискнул, купил, отнес его с собой в укромное местечко, сел. Прежде чем съесть, начал его нюхать и почувствовал, что от этого бутерброда несчастного воняет просто кислятина. Естественно, выбросил, рисковать не стал, потому что понимал одно, что вечером съел, утром помер. Посмотрите, да? Стоят, режут, нарезают. Вроде бы так себе атмосферка. Посуду вот намыли. Но сам факт того, что норм, люди питаются. И самое правильное, это как раз, когда ты приходишь питаться туда, где очень много людей. А такие точки встречаются. Прям идешь по городу, ресторан, ресторан, ресторан. И в одном народу дохрена. Ну, ресторан, я имею в виду кафе. А в другом никого нету. Ну, естественно, идешь туда, куда идут местные. Ну, вот еще одна дорога. Естественно, кир кто остановится, он бы не остановился. Короче, самое главное идти самому. И не бояться. Тогда все будет ок. А так, в целом, атмосфера очень прикольная. Погулять, походить, посмотреть по сторонам. Потому что, знаете, местами чувствуется очень большой контраст. На некоторые здания смотришь, ну, прям нищета. Нищета, разруха, все облазит, грибок. На другие здания смотришь, они сделаны очень красиво. Они задекорированы, они уже такие с хорошими вывесками. Входная группа красивая. И все это идет в перемешку. Мимо одного проходишь заведение, пахнет приятно. Идешь чуть дальше, ванище, мусором. Ты бишь, вот прям вот реально. Идешь по одной улице, у тебя то круто, то не круто. То круто, то не круто. Заметил, что очень много ездит МАЗД. МАЗДА 6, ЦХ5, МАЗДА ЦХ9. Вот здесь, например, прячется у нас Тигуанчик. Есть новенькие Хонды CR-V. Короче, машины есть, но я знаю одно, что это все стоит очень дорого. Повсюду скутеры. Улочки относительно узкие, да, но не прям совсем. Шум вот этих моторов от мотоциклов просто на самом деле надоедает. Вот ты ходишь, ходишь, и они целый день тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Найти какое-то укромное, хорошее местечко можно, но не так легко. Далее. Тяжело, конечно, с языком. Объясню. Вьетнамцы на английском языке, я не знаю, кто-то из них разговаривает на английском и на русском, но в целом они все общаются свободным только на своем языке. Соответственно, я подхожу, начинаю что-то ей на английском, и она ни хрена не понимает, по-русски она ни хрена не понимает, а я на вьетнамском вообще ничего не знаю. Ты вроде говоришь, и, допустим, я сейчас говорю ей, принесите мне, ну, please, one capuchino ice. Казалось бы, ну, все понятно. Нифига, жестами показывают. Я ей говорю, вот, ты пьешь? Это капучино ice. Говорю, я тоже такое хочу. Три-четыре раза переспросит. Я говорю, вот, дай мне, я хочу это выпить, я тебе деньги. А, окей. И то же самое везде. Когда ты приходишь, запрашиваешь одну услугу, а тебе в ответ какой-то текст вот такой. Ты думаешь, блин, вроде бы спросил кофе, скажи, да, нет. Ну, короче, вот тяжело в этом плане. Но когда ты находишь человека, который мало-мальски по-английски или мало-мальски по-русски, естественно, все в идеале. Я не отношу это прям к какой-то минусам, потому что все-таки мы здесь гости, мы приехали там туризмом позаниматься, погулять. Но имейте в виду, что терпение тоже должно быть, чтобы все было хорошо. Вот, наконец-то принесли айс капучино. Просто один сплошной лед. Хуя полная. Сразу говорю, просто дичь. Но цена вопроса, что в районе, короче, 50 рублей вот это вот стоило. 50 рублей. Ну, это просто шоколад с молоком. А еще отдельный шарм здесь, это общественные туалеты при тех же самых вот подобных кафешечках и ресторанчиках. Контраст просто бешеный. Есть туалеты, как туалеты, все чисто, всегда помыто, всегда приятный запах. А есть такие туалеты, что мама, дорогая, ребята, я бы вам их показал, но, во-первых, не совсем красиво будет. Я там один подснял, кое-как на телефончик вам покажу, но это нужно видеть самому вживую, ты заходишь. Но, вот опять же, прикол в чем, что он выглядит очень просто убитым, но зачастую там при кафе они не вонючие. То бишь, они чистенькие, ты приходишь, как бы он отвратный, но он нормальный. И, короче, вот в этом прям, знаешь, когда начинаешь так на детали обращать внимание, сначала ты шокируешься, а потом такой, ну, все, туалет как туалет. Значит, важный момент, это деньги. Нам рассказывают, да, что санкции, 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 Россия окружена санкциями, мол, вы теперь никуда не денетесь, где вы деньги-то возьмете? Вот есть у вас рубли несчастные, которые как бы никому не нужны. Рассказываю следующее. В силу того, что деньги хотят заработать все, и когда видят, где-то есть возможность на этом наживиться, тут же появляются различные возможности. Значит, будучи в Дубае, если у вас на карте есть рубли, вывести их в моменте на местные дирхамы вообще не проблема. После чего местные дирхамы пойти в банки поменять на доллары не проблема. Те, у кого денег много, кто переезжает или хочет себе что-то купить дорогое, будь то вещи, может быть, квартиру, и думают, блин, а как же мне деньги-то переводить? Это вообще не проблема. Потому что, например, в частности, в Москва-Сити есть отдельный офис, где принимают крипту. Это рассказывают сами люди. Приходишь туда, кладешь наличку, тебе зачисляется конвертация на крипту. В Дубае ты спокойно приходишь в обменник, эти деньги снимаешь, вот они у тебя деньги. Все, все на изи. Все вот эти истории, что там что-то, какие-то ограничения для крипты, уточняйте. Факт в том, что люди пользуются, все работает. Те, кто покупают там недвижимость, рассказывают о том, что здесь вообще по правилам нужно покупать и оплачивать исключительно по счету. То бишь наличкой оплатить нельзя. На деле можно оплатить наличкой, как угодно. Вы можете не разбираться, за вас люди сами все сделают, сами найдут все возможные выходы, способы, решения. В силу того, что сейчас-то мы находимся во Вьетнаме, а это для нас дружественная страна. Здесь есть банк, я вам выведу картинку на экран. 50% относятся к вьетнамскому банку, 50% относятся к российскому банку ВТБ. Прихожу туда, стоит банкомат, вставляю карту МИР, ввожу пин-код, нажимаю сколько мне нужно снять денег. Пожалуйста, все, вот на наличку, на руках взял. Там есть небольшая комиссия, люди рассказывают, что есть способы, как обменять деньги можно выгоднее. Смысл, если вы приехали как турист, пошли спокойно в банкомате, деньги сняли, все, у вас все есть. И точно так же, если вы уезжаете обратно домой, вы можете здесь снять большую часть налички, зайти в банк, купить себе доллары и вернуться домой еще с валютой. Такой вариант. Поэтому, вот вторая страна на пути, везде зеленый свет. И вот поймал сейчас себя на мысли, что иду, пытаюсь найти какое-то тихое местечко, чтобы можно было присесть и там записать еще один блок. Значит, повсюду что-то строится, ремонтируется, какие-то строительные материалы подвозят, убирают. То есть движуха прям идет полноценная, хотя прям явно этого ты не замечаешь. Но отовсюду раздается звук перфоратора, вот я чуть дальше ушел. Короче, нет такого, что знаешь, прям какая-то тишина полная. Подчеркну, что Вьетнам очень сильно просел именно в пандемию. Турпоток очень сильно упал. Сюда очень много сюда приезжало русских и китайцев. На основании этого часть бизнеса там по первым этажам закрыта, потому что не хватает потока. Но при этом для нас, да, как для туристов, есть один огромный жирный плюс. Первое. Нету абсолютно никакой суеты. То есть ты гуляешь спокойно. Везде, куда ты приходишь, всегда есть свободные места. Нет вот этой загруженности. Пришел на пляж, ты не чувствуешь себя, как вот показывают у нас фотки в Анапе, там, я не знаю, ну на нашем русском юге, когда сезон идет в августе. Такого нету. То есть ты прям действительно чувствуешь какую-то свободу, ненапряженность. Ты наслаждаешься. Как раз, когда я прям только-только сюда прилетел, вышел из самолета, мои первые впечатления. Но опять же, после Дубая ты выходишь больше кислорода в силу того, что здесь огромное количество зелени. Раз. Гораздо мягче климат. Несмотря на то, что вот про сегодня плюс 30, вышло солнце, влажность такая побольше. Я потею хожу. Ну я опять же с камеры передвигаюсь без конца. Когда только солнце уходит, температура падает на 2-3 градуса, и вот 27, я вам скажу так, это идеально. Ты идешь, тебе не холодно, не жарко, тебе прям вот максимум комфортно, ты получаешь бешеное удовольствие. И в этом плане, знаешь, у тебя больше энергии передвигаться. Потому что когда сильная жарища, сами знаете, она тебя прибивает к земле как будто бы. Ну мороз, это вообще отдельная история. А вот здесь температура как раз прямо вот для того, чтобы прыгнуть на какой-нибудь байк, поехать куда-нибудь в горы, на водопады, параллельно тормознуться, искупаться в море. Ребята, подчеркиваю, просто услышите, ключевое. Здесь вот просто спокойная, беззаботная жизнь. Значит, жирнючий минус для всех тех, кто отправляется в Ничанг с семьей, с детьми. Предположим, вашему ребенку 2-3-4 года, 5 лет, короче, ему нужна детская площадка. За все то время, что я здесь пребываю, а я объехал много мест, много ходил, гулял, катался на скутере, я видел только одну детскую площадку. Она находится вот так вот вдоль побережья, где-то там в конце. Но вот здесь, поблизости, во дворах, еще куда-то я просто не видел детских площадок. Для спорта площадки есть, турники есть, лежаки есть, поваляться, отдохнуть. Короче, для чила и для себя, для здоровья полно. Но для детей, вот так вот, чтобы вы могли выйти, отправить ребенка на площадку, целая проблема. В силу того, что все дешево, заказать такси от дома до детской площадки обойдется примерно на наши деньги 50-60 рублей. Недорого. Но площадка одна, а дети, как вы знаете, день, два, три, недельку, потом эта площадка надоедает. Хочется разнообразия. А здесь с этим большая проблема. Ну что, я вышел, надо идти, пацаны, так хер кто остановится. Вон летят, блин. Я говорю, это отдельный прикол. Значит, еще дальше у нас идет. Мазда 6 стоит. Я когда эти машины здесь вижу, мне все время интересно, кто это такой. Потому что, ну, по факту, это тачка какого-то состоятельного дяди. Заныриваю во двор, лишь для того, чтобы просто голова отдохнула немножко от этого шумом, от ациклетного. Но вот здесь, да, вот она, реальная жизнь. Нячанга, подчеркиваю. Это мы еще в туристическом месте находимся. А если уехать куда-нибудь там за 20-30 километров от города, а в какую-нибудь деревню. Ну, там, во-первых, говорят, никакой инфраструктуры нет, оно и понятно. Ну, а с другой стороны, можно было бы съездить. Но я думаю, где-нибудь уже в другом месте мы посмотрим. Так, что тут у нас? Сушится рис, друзья. Или что это такое? Рис, наверное, сушится. Зачем? Непонятно. Но на каждом углу сушится рис. А это, судя по всему, то ли школа какая-то. Ну, короче, здесь вот футбольное поле. Точно атмосферненькое, да? Как вам? Ну, прикольно. 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 Так, еще самое дело интересное. Вот у них здесь, пожалуйста. Месси. Месси на месте. Дом. Получается, первый этаж. Ты заходишь. Далее ты поднимаешься. И у тебя на втором этаже, я так подразумеваю, там спальня, наверное. На первом этаже у тебя будет кухня. Какая-то машина стоит. Но, ребята, атмосфера, конечно, пушка. По стене идет мох, плесень, грибок. При этом у тебя растут, как эти фрукты называются, напишите в комментариях. И вот такая вот тема. А рядом, посмотрите, как. То есть можно прям выйти, как будто в кустах каких, как в джунглях. Ну, прикольно же. Вот в Дубае, ну, допустим, такого вы не встретите. В России, ну, там три месяца в году можно балкон зазеленить, если мы говорим про центральную часть. А так вот бабушка. Вот бы с ней пообщаться, да, сейчас там. Но ничего я не знаю, кроме как сказать ей hello, thank you, bye-bye. Вот Азия, Дубай, это же все на любителей. Почему я говорю про Дубай? Ну, потому что недавно прилетел из него. В Азии многим людям может не понравиться. Это просто все зависит от того, к какому уровню жизни вы привыкли, что вам вообще в целом нравится. Вот мне, например, доставляет бешеное удовольствие погулять по таким улочкам. Если в Дубай ты выходишь там кругом одни высотки, идешь, все новое, современное, ну, жара, во-первых, опять же, климат бьет, то здесь ты идешь. И вот эта вот атмосфера, она прям вот как-то, знаешь, впечатляет. И интересно, вот ключевое слово, вот интересно погулять, все это дело посмотреть. Касательно безопасности. Мы про это рассказывали, но на сегодняшний день я себя чувствую уже максимально комфортно. Это с одной стороны плюс, с другой стороны минус, потому что начинаешь расслабляться. Но всегда все свои вещи держу при себе, когда кто-то близко подходит, я как бы, соответственно, сразу включаю режим повышенной готовности и смотрю, что человек делает. Потому что бывает такое, что ты где-то стоишь, тебе таяц там может руку, таяц, вьетнамец может руку пожать, там похлопать дружески по плечу, но при этом думаешь, мало ли, сейчас бац, у тебя там что-то где-то вытащили. Но такого, чтобы я прям шел напрягался, там переживал выйти вечером, нет, такого абсолютно нету. Кто-то вот вернулся домой. Блок у меня есть «Кухня в цифрах». Значит, друзья, подписывайтесь, во-первых, на телегу и на одну запрещенную сеть Российской Федерации, если вы ей пользуетесь. Потому что, да, я делаю регулярно публикации, делюсь своими наблюдениями, указываю актуальные цифры. Лобстер живой примерно 800 рублей килограмм. Креветки – это от 250 до 1000 рублей, это где 1000 рублей, это прям просто очень дорого. В среднем это там 500-600 рублей. Все морепродукты, короче, очень дешевые. Полноценный обед, там, из 3-4 блюд на вас одного может обойтись вам от 1500 до 3000 рублей, где 3000 рублей – это просто сверхдорого. Я брал себе лобстеры, там, креветки полкилограмма, кальмар, осьминог, жареный на гриле. Две с половиной тысячи рублей просто ты выкатываешь из-за стола, ну, ты просто выкатываешься. Роллы набирал себе в ресторане прям очень много, суп, роллы, там, капустку брал, напитки. А, 2000 рублей, 2000 рублей за еду – это очень дешево. При этом можно точно так же питаться на, там, 100-150 рублей. Ну, вот на наши деньги, я вам сразу перевод делаю, что вы можете пойти съесть суп, там, за 180 рублей, но вы просто обидитесь, потому что там чуть ли не кастрюлю дадут. Рис с курицей, пожалуйста. Короче, поесть здесь можно на любой кошелек. Вот если вы закладываете себе, что вы в день будете тратить 300 рублей на еду, без проблем, вам хватит 300 рублей в день на еду. Вы готовы тратить в день 1000 рублей, вы на 1000 рублей, естественно, поедите. Можно и на 5000 поесть. Все зависит от того, как вы привыкли питаться. И вот здесь я хочу как раз затронуть тему «дешевая жизнь, сколько вообще что стоит?». По моим наблюдениям, минимальный вход сюда, да, для того, чтобы, допустим, приехать сюда туристом, пожить в месяц. Это минимум 15 тысяч рублей квартира, минимум 20 тысяч рублей на еду. То бишь 35 тысяч рублей будет добр по-любому отдать, поэтому лучше сделать запас 1015. Мало ли, где-то там живот прихватило, что-то нужно, подкупить какие-то шортики, футболочку. Ну, на всякий случай, полтинник на месяц хватит с головой. Ребята отмечают, 1000 долларов, ты себя чувствуешь комфортно. Я могу сказать так, что если вы будете ходить каждый день по массажам, по различным ресторанам, есть, пить там всякие фрукты, овощи, что-то заказывать постоянно, что-то необычно экзотическое, то есть прям гуляй так на широкую ногу. 100 тысяч рублей, это прям вообще месяц у вас пролетит в удовольствие. Все, что свыше, это вы уже можете заказывать себе всякие лодочки, яхточки, обзоры на экскурсии, гиды сопровождения, короче, на любой кошелек можно здесь погулять. А еще я хочу расставить несколько акцентов. Ну, во-первых, для некоторых индивидуумов, которые думают, что ну все, зазывают всех, переезжайте в Азию. Ребята, оставайтесь дома, никуда не уезжайте. Во-вторых, для тех, кто хочет попутешествовать, кто действительно смотрит и думает, блин, ну вроде бы бюджет для меня проходной. Друзья, рассмотрите тупо вариант, например, там на месяц-два с точки зрения просто отдохнуть и улучшить свое физическое здоровье. О чем я говорю? Приезжаешь сюда, здесь свежая морская рыба, натуральная, можно правильно питаться, то бишь вы уже похудеете. Далее, спортом заниматься при каждом отеле, при каждом доме, на первых этажах спортзала, спустился и все, пожалуйста. Физические упражнения, бассейн, море. Короче, вот здесь нет никакой суеты, здесь нет никакой негативной информации. Ты выходишь и живешь, наслаждаешься своей жизнью. Выучить английский язык, почитать какие-то книги. Короче, вот два-три месяца можно просто-напросто так перезагрузиться, что на всю жизнь запомнить. И вот на самом деле многие-то, кто сюда приезжают, сюда, Бали, Таиланд, неделька, вторая, третья и остаются на более длинные сроки. Никакого напряга нет здесь абсолютно. Если бывают места, где ты идешь с камерой, и тебя смотрят как на идиота, то здесь вот молодежь, люди постарше, они улыбаются, я вижу, они у меня машут рукой. Некоторые подходили, типа, сфоткай меня, сними меня, типа, что ты снимаешь? Я говорю, ну, на YouTube. Он такой, о, круто, блин, а как канал называется? Я говорю, да ты все равно не поймешь, что на русском языке. Он такой, ну, понятно. Ну, так, знаете, так, между собой переговоришься на английском языке. Ну, в целом, вон, климат, знаете, это как вот у нас. Многие ждут лето для того, чтобы летом тепло, комфортней, полегче. Вот, то же самое здесь. А у них здесь круглый год так. Читая комментарии, я обратил внимание, что многие спрашивали к предыдущему большому выпуску, мол, что с документами, что с легализацией, а если захотел остаться на три месяца, как быть? Потому что изначально вам, как туристу, виза дается на 14 дней. Но есть масса способов, как эту визу продлить. Вот в следующем выпуске я прям детально об этом расскажу, непосредственно в диалоге с юристом, чтобы он все это разжевал. Касательно работы, ребята, хочу сказать следующее, что здесь, конечно, круто находиться тем, у кого есть удаленная работа. Сидишь теперь в Москве, зарабатываешь там в каком-нибудь IT или где угодно, 80-100 тысяч рублей хотя бы, приехал сюда, кайфуешь. Если уж у тебя есть квартира, которую ты готов сдавать, ну вы вспомните, раньше огромное количество москвичей и жителей крупных городов на зимовке уезжали, сдавая свои квартиры и безбедно жили в Азии. Полгодика поживут, вернулись, поработали, подкопили и опять на полгодика в Азию. Здесь искать какой-то способ заработка можно, конечно, но это в первую очередь открывать что-то свое, вести какой-то свой бизнес. Устроиться кому-то, ну в лучшем случае, как мне кажется, это либо вот агентство недвижимости, либо что-то такое, где вы хоть какие-то деньги можете заработать. Что это за направление, я лично не знаю. Но вот идеальный вариант это быть здесь и иметь как минимум хотя бы плюс 100 тысяч рублей в месяц и уже будет хорошо. Короче, ребята, общий вывод, мне понравилось, я не ожидал, что будет настолько прикольно здесь, настолько уютно, настолько атмосферно. Когда я сюда летел, как я сказал, я думал, что реально будет какая-то дыра, будет какая-то прям разруха, буквально один-два дома нормальных, один какой-то отель пятизвездочный, куда все летят по факту, вообще красота. Ну действительно, по картинкам я все передал, но не то, потому что нужно в идеале оказаться здесь лично, погулять, посмотреть. Те, кто был, комментарии пишут, что да, классно, прикольно, интересно, ну необычное место для туризма, так уж тем более. Значит, следующая моя остановка будет Хошимин, там мы запишем еще один сюжет, а после мы полетим на Бали. Ребята, полетим на Бали, заснимем там полноценный большой выпуск, потом еще одна сторона и уже после встречайте меня в аэропорту, все те, кто по мне соскучился, прилечу, буду каждому жать руку, вот я и дома. План это примерно на середину ноября, но пока загадывать не буду, сейчас сначала отработаем, дальше полетим. Короче, друзья, подписывайтесь на Телегу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментарии. Я надеюсь, этот выпуск пролетел у вас на одном дыхании, было интересно посмотреть, я вас немножко зарядил солнечной энергией. Вам хорошего дня, до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok